Любовь, она не уходит никуда, она вечная, понимаете? Если ты святого человека полюбил, он никуда не уйдет от тебя. Как он уйдет? Вот здесь он, хоть там. А ты дышишь этой любовью, живешь ей. У нее нет разлуки в настоящей любви. Есть связь. И тогда ты спокойно относишься к близкому человеку. Мы в первом классе, мы только учимся любить. Есть ли любовь между мужчиной и женщиной? Конечно, есть. Есть. Одна душа может любить другую, сто процентов. Только мы еще не развили. Надо просто этим заниматься. Надо жить. Жить означает учиться служить, учиться верить, учиться видеть по-настоящему близкого человека. Это смелая жизнь. Смелая, потому что он живет для других целей, твой близкий человек за всем. Он этого не понимает. Но ничего страшного, ты учись понимать. Он тоже поймет потом. Любовь рождает знания. Вот если вы сейчас встретите, просто мы недостойны этого. Ну вот давай теоретически просто разберем вопрос. Возьмем просто. Мы сейчас видим перед собой человека, наполненного силой любви, допустим. Я, допустим, смотрю. Вижу я рассвет. Ну то есть вижу святого человека перед собой. Что от этого взгляда возникает в моем сердце? Знаете, почему люди к Серафиму Саровскому ходили? Целая очередь была просто посмотреть на его лицо, потому что он не разговаривал. У него был обед молчания. Он стоял на камне и молчал. Почему люди-то ходили посмотреть? Как вы думаете? В чем причина? Какие у вас догадки? Какие варианты? Что человеку нужно больше всего в жизни? Ему нужно знать, как жить. Больше всего в жизни. Нужно знать, как жить. Когда люди смотрели на Серафима Саровского, сияющего человека, который знает, как жить, в сердце рождалось знание, что делать. Вот человек посмотрел, и лично ему в сердце появлялось знание, что мне теперь в жизни делать. Он четко знал об этом теперь, в этот момент. У него появлялось четкое представление, как дальше жить. Все. Для этого люди ходили туда. Потому что контакт с такой силой чистой рождает необычное чувство. Знание приходит в сердце. Сердце становится трезвым, чистым, спокойным и наполняется вот этим счастьем знания. И все. Дальше все уже проще. Если знание появилось, то дальше будут поступки. Человек, если знает, то что он не поймет, начнет действовать. Будет действовать. Почему не действуем? Почему я рано утром не встаю зарядку делать? Почему не встаю рано утром? Я не знаю, что надо вставать рано утром. Поэтому, чтобы не было видно, все очень здорово. Продолжение следует...